Я думал А вышло все наоборот И вот все ночи Напролет грустя Смотрю в твое окно Тебе я знаю все равно Тебе я знаю все равно Ведь ты забыла все давно Твой двор осенний Голый пуст В нем о весне прошедший грусть А я войти сюда боюсь А вдруг с тобой и с ним столкнусь Когда спешите вы в кино Тебе я знаю все равно Тебе я знаю все равно Ведь ты забыла все давно Евгений Николаевич А мне же многого не надо Ну и я мог бы например Детскую секцию вести Или на худой конец Сторожем А то мы С Оливан расписались А у нас знаете А хлеб с молоком Даже иногда нет Гриша Ну как ты можешь так думать о нас Ты же наш воспитанник Конечно поможем Конечно В конце месяца приходи И все порешаем Жень Ты мне месяц назад говорил Слушай Я к вам сюда 10 лет ходил Вы мне тут медали вручали Я вам самое главное отдал Здоровье Ну хорошо Ну не можешь меня Возьми ее Ну уборщице Дворником Посуду мысловки Ну помоги Кризис сейчас в стране Слыхал Через неделю Зайди Кризис говоришь Запомни этот день Просто запомни Кто? Здрасте Это Леонид Георгиевич Позовите пожалуйста Это племянник Скажите срочно О Привет Здоров Здрасте Здрасте Ты че? Поговорить надо Пойдем поговорим Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну что голуби Рассказывай как здоровье Как себя чувствуешь? Нормально До свадьбы заживет Вот кстати По поводу свадьбы Вы уж меня Старика пригласите Я вам подарочек Приготовил Дядя Леонид Леонид Георгиевич Мы вообще-то с этим и пришли И от того что вы нам сейчас ответите Будет зависеть сроки нашей свадьбы Да Есть желание открыть кооператив по скупке янтаря Помоги У нас свои расчеты Если сделать прием янтаря цивильно Люди пойдут Понятно Вам голуби деньги нужны А помещение Надо открываться там где копают В янтарном Рядом с карьером надо открываться Деньги эти я тебе дал Да? Спасибо Под расписку Леонид Георгиевич Спасибо вам за деньги Согласна с вами полностью Будем открываться рядом с карьером Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здорово Здорово Планетка Ну что Пивка для рывка? И в школу не пойдем Слушай Это только это Ну По нулям как бы Да нормально Что по старой дружбе Не накапываем что ли Спасибо Танюш До встречи Ну и здоров Держи-ка Да А сам-то ты Чем занимаешься? Да я по мастеру Два первых на СССР В легком весе взял Понял? Красава А потом В Минске на земних сборах Руку сломал Не долечил Гематома Варикозка пошла Три боя проиграл И выперли нахрен Мастер Да пошел отсюда Кому ты нужен Мастер Лимон высосанный Да Это точно Никому О Ну а кормишься чем? Так и тебе все и сказал Может ты шпион американский Да хорош Вот так живу Вот Зырь Вот крошка Вон белый Вон С прожилками Видал? А менты? Пять баксов Мент человек Невидимка За десять он тебя домой отвезет За два царик Водяры нальет За полтинник знаешь что? А За полтинник Он тебе Телку В карьер припрет Такса? Что-то поверить не могу Милиция? А Милиция Мусилек Капитализм Процветает Все продается Все покупается Кооперативы разрешили Лавки Криминал Каждую неделю Кого-то пришивают Стрёмно одному Счёшь Напарника си ищу Ты пойми Если что-то Стоящее Найдешь Так можно В лесу-то и остаться В смысле Бандиты Входят Так это Ну его же посадили Он всем Скич управляет А здесь За полкило Прикопают И Менты Искать не будут Ну мы-то с тобой Спортинтернат прошли Кроссы по 10 км Сборы Подлянки руководства Мы что с тобой эту Бладату не сдержим? Легко Только давай так Усилек Чего вместе нароем То пополам Займётся Эй, Фонтарь! Нет, туда-туда Давай По какому курсу Антарь берёшь? Вам понравится? Заходите Мы только открылись Документ даёшь? Чтоб официально А как же? У нас регистрация есть Мы налоги платим Тем, кто нам сдаёт Бонус Только нам кто сдаёт Не пожалеете Пошли сдадим Какая разница Хорошо Заплати Пусть даже нам ущерб Да понял Не дурак Давай мужики Заходите Заходите Лопаты можно здесь оставить Там диваны есть у нас Все удобства Сидим А эти чё? Дань Еще они всех перепишут На обратке По пятерке с носа Или в обезьянник Это вместо того Чтоб не пускать Ага Коррупция Офигеть Лесная, конечная Спасибо Стали, пошли Олен, мы тебе завтра отсыпем Ладно Мы стройки пустые Огоньком не разживусь Что? Огоньком не угостите? А, нет Не курю Понял, спасибо Не курит он Ага Туда пошли Не нравится мне этот хрыч Позавчера тоже пустой был Ни кирки у него, ни ведра А что это значит? Значит здесь прикопал И кирку, и ведро И стукач Чекистов таких часто поцелают Пенсионеров А что, КГБ опаснее ментов, что ли? Тут на них вообще все держится Менты-то что? Тьфу Польза, как с козла молока Разогнать и все Вот если в руки к друзьям Дзержинского попал Все, пишите письма А, смотри Синит Непростой дед Не, не стукачев У него делянка тут Шифруется он Тут Гриша с первую по вторую мировую войну Немцы в подземных штольнях янтарь добывали Тут можно, знаешь Один раз так копнуть До конца жизни работать не надо Сначала я глину и штольня достаю Потом меняемся, понял? Мы с собой Даже если Вот таких вот Целлофановый мешок Гребем Десятку порвну Сбывать можно Барыгам в лесополосе А если Камешек побольше То тогда Официалом Янтарным Гриша опять прозевал Вот янтарь там Погодь, погодь, погодь Давай быстрее Стой Фух Уезжай, езжай домой, голуба моя Давай, шеф, трогай А ну, ты че? Я же говорю, это последний автобус Тут пех он здесь, КМН Гриша, ты че, вообще что-ли мудила кончена, а? В смысле? Ну, сейчас его штольня найдем Я тебе гарантирую, что он по старым фашистским штольням лазит Ты сюда завтра на иномарке прикатишь Въезжаешь? Въезжаю Вперед Вот там вот Чую Пошли Вот оно Вот оно Смотри, а Кисочком закидал Дерном Ну, дед, а Давай вместе Ого Ого Ступеньки А внутри так кирпичом все выложено Кирпичом Это мы с тобой, Григорий, в серьезное место попали А вот это Старинная немецкая штольня Держи Давай Василен! Тащи! Так Фонарик, сука, подвес! Хрен бы с ним Держи, че Че ж нам с этим дедком-то делать, а? Да, он же сюда сто процентов еще кого-нибудь наведет. Все сцены нормальные, ребята нормальные. Не стыканут никому, ни ментам, ни бандитам. Пошли. Хозяева, доброго дня. Банки спрячут. Заходи. Привет. Здрасте. Камни классные прилетели. Не обидите? Давайте будем смотреть. Гриня! 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 Гринька! А ты чего не звякнул? Не объявился? Да ладно, вы что, ждали что-то? Да ты чего, опонырел что ли? Да иди сюда! Мне Ритка, представляешь, письмо в армейку прислала, что ты поломался. Ты нормально на ногах, да? Ну да. Там все, хватит, надо это дело отметить-то. Мишка, тащи шампанское. Гринька! А коньяку нету? Ты что, это, чернокопателем заделался? Ну а что делать можешь? Жизнь? Куда делаться? Ну да, жизнь. Обещаю, будем брать у тебя по самой выгодной цене. Ой, да ладно. А вы что тут? Дружочки что ли тут все? Да мы пять лет за одной партой просидели! Ну да, она типа отличница, я двоечник подтягивала. Так, держи. Держи, Гришаня, за тебя. Мы с Машкой так рады. Вы с Машкой? Да? Чудеса. Чудеса. Значит, спецобучение, загранкомандировка в КАП страну, в посольство? Да, помощник посла, научный консультант. С семьей? Ну конечно, Тань. Ну это же значит зачеркнуть профессию ученого. Ну, надо выбирать что-то одно. Прям как твой отец. Он не тоже когда-то пошел в ЧК шпионов ловить? Так он мне с детства книжки про шпионов подсовывал. Тогда другие времена были. Сереж, тут надо подумать. Да, я чем больше думаю, тем больше понимаю, что, а вдруг это моя судьба, а вдруг это об этом я мечтал. А ты мечтал? Короче, я решил. Отпрошусь и съезжу домой. Меня с Мишей возьмешь? Ну мне надо одному поехать. Ну, это серьезный разговор. Лучше один. И с Машей Королевой повидайся заодно. Тань, какая Маша? Что ты говоришь? Я тебе одно скажу. Если ты мне изменишь, я умру. Танечка, что ты несешь? Меня предупредили. Если да, то все строгая секретность. Я не смогу ни с кем общаться. Вот когда я еще увижу родителей? Ну, тогда привези мне инклюзив с мохой или комаром. Зачем? Чтобы было. Здравствуй, дядь. Так я и знал. Эти подонки на хвост сядут. А что ты сразу злаятся-то? Мы не подонки, дядь. Мы твои новые друзья. Вот если бы тебя люди коня нашли, они бы тебе сразу топориком промеж глаз. Чик. И в штольню твою фашистскую. Господи. Как же я от вас, от всех устал. Ой, дядь, что ты там камлаешь? Копал один, теперь втроем будем копать. У тебя вон там, я видел, россыпи золотые. Янтарные. Вы кто такие? На кого работаете? Да ни на кого мы не работаем. Он боксер, мастер спорта, я гимнаст. Спортсмен мы безработные, нищие и калеки. Он хребет сломал, я весь поломанный. Мозги отбиты, еще и запойный. Так что, дядь, мы ребята не опасные. На жалость давишь? А мне тебя не жалко. Сдохни хоть час, не заплачу. Подонки. Чего ты нас, дядя, обижаешь-то? Вы же простые работяги. Запомните. Простые работяги. До десяти тысяч долларов будете зарабатывать, так на людей будете похожи. От десяти тысяч до ста. Нелюди, чревоугодники, воры, развратники. Как совсем богатыми становитесь, человечину жрать начинаете, и не давитесь. Подонки. А ты прям философ, да? Ладно. А если правильную штольню покажу, тогда отстанете? Клянемся обществами ЦСКА и буревестник, отвяжемся. Вот, дядь, сквозь землю в тот же день провалюсь. Ну, смотри. Сам себе судьбу нарисовал. Пошли. Пошли. Добрый день, меня зовут Люсьен. Сегодня у меня в гостях легендарная личность, знаток современной советской живописи Харалампус Костатиди. Здравствуйте, Харалампус. Здравствуйте. Вы только что из Союза, привезли что-нибудь интересненькое. Да, конечно. В музее Гугенхайма хочу выставить несколько десятков работ студента Суриковского училища. И кто же этот гений на просторах тоталитаризма? А как фамилия? Думаю, эту фамилию стоит запомнить. Константин Иосифович Левшин. Вообще, расскажите, в какой манере стилистики работает этот талант? А стилистиков Левшина при нем сложны. Беда, эй! Что случилось? Масло в яркой охре с кубными мазками. Что опять стряшло? Да, оригинально. И на кого не похожая цветовая гамма. Оригинален во всем. Ну что, я должен сказать. Я потрясен. Этот Левшин очень и очень талантлив. Левшина Боженьков Лемечка поцеловал. Ну, а я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в рубрике... Андеграунд СССР мы говорим о судьбах молодых талантливых художников из России. Как вы думаете, как сложится судьба Константина? Для таких художественных натур, как Левшин, необходим простор, нужен воздух, нужно что-то еще такое, чтобы... Но мы-то с вами знаем, что всего этого там нет. Свободы. Кстати, Левшин не собирается эмигрировать? Не знаю. Но такому таланту, как Левшин, нужны выставки, прессы, нужно, чтобы печатали в газетах. Нужно, чтобы у вас, в конце концов, слава, которая, как воздух, необходима художнику. Но всего этого в СССР нет. Ну, позвольте, не согласитесь. Благодарю вас. Напомню, с нами был знаменитый коллекционер Харалан Куско-Статиде, и мы переходим к следующей теме. Эля, все пропало. Это пишут на Лубянке. Все, все, все. Вальчик, Вальчик, ну, подожди. Ты сначала успокойся, ты успокойся, и давай подумаем, что делать. Сейчас, подожди, я с тобой подумаю. Чтобы этого живописца рядом не было, будь он проклят. А Елена немедленно переезжает домой, и под замок ее, под амбарный замок. Валечка, поздно уже. Они расписались. Да-да-да, я его в порошок сотру. Расписались они. Как расписались, так и разведу. Его на сто первый километр. Дело дрянь, Валентин Филиппович. Они наговорили по телефону пять часов, мол, хотят эмигрировать в Израиль. В мастерской Константина Левшина собирается публика, мало сказать, маргинального толка. Но у нас же есть все донесения агентов на него. И вы понимаете, что в любой момент их могут затребовать туда. Недавно два ювелирных изделия из янтаря у него купил ярый антисоветчик, журналист журнала «Шпигель». А при чем тут ювелирные изделия, янтарь? Он же на живописном отделении. Константин Левшин в последнее время увлекся янтарем. Режет различные безделушки и продает. Где? На Старом Арбате. Где же у нас еще продают? Иностранцам, небось? Да это уж как водится. А вы же понимаете, Валентин Филиппович, где янтарь, там драгметаллы. Где драгметаллы, там валюта. А где валюта? И еще по линии отца очень нехорошие показания. Двоюродный дядя после войны эмигрировал в Израиль. Да и фамилия, извините, соответствующая. Так вот этот Марк Леви, герой Израиля, для всех наших арабских друзей, враг номер один. Что ж такое? Янтарь, драгметаллы. Наказание какое-то. Спасибо, Алексея Владимировна. Идите, пожалуйста. Давайте сделаем так. Я поговорю с дочерью. Я серьезно с ней поговорю. Она у меня смышленая. А вы в свою очередь подготовьте. Короче, надо сделать так, чтобы он уехал в Калининград. Из Москвы. Навсегда. Мне надо с тобой поговорить. Говорим. С отцом общался? Он мне сказал, чтобы мы сегодня или завтра шли в ЗАГС и развелись. Лена, давай уедем. Подадим документы и махнем, а? Костя, он так кричал. Он никогда на меня так не кричал. Слушаю. Харлампус, добрый день. А мы вас ждем, да? Вы еще не прилетели? А, понял. Прилетели. Не приедете? А почему? Да, мне, конечно, надо еще поднимать мое мастерство. Ну, я понимаю. До свидания. Ничего не понимаю. Хотя начинаю догадываться. Что сказал? Я думаю, ему отсоветовали ехать ко мне. Это папа. Он вообще мне сказал, что если Костатите хотя бы еще раз появится у тебя в мастерской, он сделает все, чтобы мы перекрыли въезд в СССР. Костя, я поеду. Я там попуту с ним, дома, рядом. Я попробую его уговорить, но я не уверена. Ты знаешь, меня же Таир вчера вызывал. Говорит, а не взять ли вам Константин Иосифович отпуск? Академический. Я говорю, зачем? Поедете домой, янтарин напитаетесь. А когда здесь все уляжется, вернетесь. Ты знаешь, это верно. Ты поезжай. Валахов прав. Лен, ты чего? Лен, ты меня вот так вот быстро сдаешь? А ты не боишься стать такой же, как твой отец? Какой? Посредственный. Мы же с тобой сто раз об этом говорили, Лен. Если ты хочешь кем-то или чем-то стать, ты должен что-то делать, какие-то поступки совершать. Такие люди, как твой отец, они считают, что искусство – это оскорбление, это опасность, оскорбление устоев. Они убеждены, что художники приносят вред. Ты согласна с этим? Да. Мой отец вне искусства. Он технарь. Ну и что? Твой отец не технарь. Твой отец – номенклатура. Для него понятие художественного вымысела – это вообще предательство Родины. А то, что зять еврея – конец коллег. Да намолчи ты! Мне вообще все равно, еврей ты, татарин или татланетянин. Я не могу предать отца. Он этого не заслужил. Костя, я тебя очень прошу. Ты подожди немножко. Поезжай. Режь свой янтарь. Вот тут пока все успокоится. Все образуется, Костя. Лена, если ты сейчас уедешь, ты же не вернешься. Ты меня не слышишь. Ты не слышишь меня. Что свадьбу-то замотал, а? Сын. Я тебе этому не учил. Я там потом расскажу. Ну что, надолго? Рыбалка, грибы, есть время? Вообще, я на три дня. Я вообще посоветоваться приемлю. Ну, давай посоветуемся, давай. Так, идти. Ой, родники. Ой, да что ж вы, ну что ж вы делаете-то? Я вам, я вам все расскажу. Думал немецким штольм скрыть. Нигда. Я вам крутые штольм не покажу. Да что ж, Райан? Ты что ж, дядя? Сволочь. Сволочь. А, спасибо. Спасибо, сынок. Ты что ж, это убил их, что ли? Да не при нам прикинуть, зачуяется. Ой, теперь они про мою штольню узнают. Никому ничего не скажут, клянусь. Ой. Что, болит? Грудь болит. Ногами били, суки. Больно. Ой, надо их связать, чтобы не убежали. Нет, нет, я сейчас. Ты что удумал? Здесь будет верно вы за вами. Почему вы нас не позвали? Мам, папа, да мы никого не позвали, свадьбы-то и не было. Ну, мы расписались и все, у нее родители вместе не живут. Папа в Германии, мать в Новосибирске, они не общаются. Получается, их бы не позвали, а вас бы позвали, да? Ну, мы все взвесили и не стали. Вот видишь, какая у них сложная комбинация-то, а? Комбинация. Спину держи. Ладно, принимается. Давай, для тебя. Угу. За твою жену. За моего внука. Михаила. Тезку. Мир и любовь вам. За вас. Как у вас все дела? Да ничего, воюем помаленьку. Арестовали тут одного бандюгана. Конецкий фамилия, знаешь такого? Ну, конь, знаю. А что еще? Ну, Маша Королева и свадьба в субботу. Свадьба. А кто муж? Ну, одноклассник твой. Мишка Бойко. Куплет муж. Интересно. Пополи. А где свадьба? Ну, в кафе где-то. Ну, где-то. На побережье. И... Ну, побережье. Вот суки. Че, как грудь болит? Может, скорую вызвать? Не надо. Ну, ладно. Мне еще, это, с хулиганами поговорить? Пойду я. Спасибо тебе, сынок. Спас ты меня. Да ладно. Каждый на моем месте поступил бы так же. Не каждый. Ты... Судьба. Это понимать надо. Слушай, дед. Хорош нервы трепать. Загадки тебе твои, шарады. Пойду я. Стой. Богатым. Хочешь стать? Тогда... Сядь. Поговорить надо. По первой профессии я, химик. Сюда нас направили в конце пятидесятых искать знаменитую янтарную таблетку Гитлера. Аккуратненько, аккуратненько. Карта и янтарных, что ли, рейха. Нацистам нужен был янтарь для синтезации этих таблеток. Причем много янтаря в промышленных масштабах. Они провели колоссальную работу по поводу вот этих янтарных жил. Пальменькин. Ну, теперь этот наш янтарный. Вот места. Крестом помечены здесь, здесь и вот здесь. Это входы в янтарную штольню между Пилау и Пальменьки. Я проверил. Янтаря там завались. А вот это что? Это, а-а-а, а-а-а, это. Тут написано «Keep this better sit then». То есть оставить до лучших времен. Вот эта часть, она еще не исследована. Но думаю, что нацисты наткнулись на огромные запасы белого янтаря. Но фронт наш подходил близко. И они решили завалить штольни и все тут бросили. Так что давай трудись. Тебе тут на всю жизнь хватит. Мне? Ну да, ну не мне же. На. А теперь вот, держи карандаш. Держи кальку. И скопируй вот эту часть города. Это тебе мой подарок. Ну давай, за Михаила Сергеевича, за Генцова. Пап, я вот хотел посоветоваться. Слушаю тебя. Ты бы хотел, чтоб я встал за ним, вот тоже. Тебе поступило предложение? Поступило. И если не откажусь, то уеду куда-нибудь в Челябинск к 30. Даже не смогу вам писать письма. За границу? Уточнять не будем, но уеду. Твое мнение. Я тебе так скажу. Такое предлагаю только лучшим. Поэтому служи верой и правдой. Спасибо. Не торопись, не торопись. А что вы с картой будете делать? С картой? На завод отдам. На завод? Зачем? Да не мое это все. Все это в конечном итоге людям должно принадлежать. Напуту. Люди, люди. Хрен на блюде. Вы что думаете, они вам за это все спасибо скажут, что ли? А мне их спасибо не надо. Я стал рабом этой штольни. Друзей потерял, жена умерла, дети, ай. Фух. Кому теперь это нужно? Все? Бессмыслица. Да просто, если вы отдадите карту на завод, однажды они придут и заберут у меня. А-а-а, сынок. Не заберут. А я возьму и кусок карты. Так что копай на здоровье. Никто не узнает. Во. Старый стал я. Чуть не забыл. Вот смотри, что написано. Димахт Дер Супер Ман. И сила сверхчеловека. Это вот эти знаменитые, знаменитые таблетки Гитлера. Вот. Я все это испробовал на себе. Вот смотри. Глотаешь и не спишь неделю. А главное становишься нечеловечески сильнее. В штольне можно работать неделю без сна и отдыха. Погоди, а ты? А ты чего бросила рисовать-то? Матру, дай карту. Дай карту, моя карта. Замонись, дед, слышишь? Нельзя ее на завод, нельзя. Ты что? Моя карта, дай карта. Я тебе сегодня жизнь спас. Если бы не я, лежал бы сейчас в своей штольне прикопанный. Да ты, это ж, Вань, дай карту. А-а-а! Дед, что прийти? Дед! Так, ну, что, поехали, прокатимся. Давай, давай, давай. Не дурькуй, не дурькуй. Да, да, да. Вы молчать будем? Будете, будете. А что, вы отравниваете? Протрачиваете себя? Сморые, я не знаю, вы. Мори убрали! Не надо, не надо. Гриша, ты где был? Ну, что случилось, ты куда ты идешь? Ну, куда ты в обуви? Я весь день мыла, ну. Гриша, объясни мне. Гриша, ты где был? Час ночи. Дир Март, Супермен. Дир Март, Супермен. О, Дир Март, Супермен. Дир Март, Супермен. А что тут у вас? Свинина на косточке, под маринадом. Любименькая моя. Ну, корми мужа, муженек проколодался. Да. Слава. Боже. Боже. У тебя там за ушком пятнышко. Что? Пятнышко? Да нет, показалось. Ну, не показалось. У вас десять минут. Давайте четко и быстро. Понял. Значит так. Старик сказал, что вытащит. Денегом надо зарядили. Дело времени. Как Машка и этот красавец себя чувствуют? Так у них завтра свадьба. Свадьба это хорошо. Я им отдельный подарочек подгоню. Да, еще папа, папа, Рыжие и они пропали. Они там были где-то в старую штольню. Поехали посмотреть чай. Исчезли. Что за штольня? Где-то в районе переезда между Балтийским и Интерном. Интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Шумные мероприятия. Ее башка от этого ударил. Я слышал, ты ей просто рожу разбил. Вот она и дома сидит. Чего ты лепишь-то? У нас подъеде лампушку какую-то выкрепил. У нас скулой упало, ударилось немножко. Скулой, да? Скулой, башка! Что нужно стараться, а? Гриш, я вот сейчас отправлю, я в сухую долгу хожу. А ты меня знаешь, я когда не бухаю, я работаю за пятерых. За пятерых работаю! Десять раз это слышал. Десять? Чего, будь здоров. Трезвее, что не пополам, не то и пополам. Разбегаемся. Вот что ты за человек за такой, а? Ты нашел время за дела, гуньей? Чего ты праздник портишь? Мне, себе портишь, не портишь! Извините, вы не могли бы меня объявить? Я хочу сказать, Звягинцев, одноклассник. Сейчас сделаем, Владишка. Товарищи, господа! Его на нее, пожалуйста! Товарищи, господа! Друзья, братья и сестры! Что такое? Звягинцев. Звягинцев? Одноклассник. Одноклассник хочет сказать. Ребята, ну вы же знаете, кто это? Слушайте, слушайте! Я очень волнуюсь, вы знаете почему? Потому что я искренне рад за вас. Рад за тебя, Миша. Потому что ты сегодня женился на самой лучшей девушке на свете. И за тебя, Маша. Потому что я увидел, что ты за Мишкой как за каменной стеной. И я желаю вам любви, счастья побольше детишек и процветания горько! Горька! Подожди! Минуточку! А подарок ты что? Заныкал что ли? Мне подарок-то! Подарок... Нет. Подарок у меня простой. Я хочу... Мише подарить. Маше наберег. Ты победитель, да. А победителей не судят. Вот. Серега, давай, давай, вспоминай. Вспоминай, вспоминай. Братан, я же тебе говорил, что Машка моя будет. Говорил? Да. Помнишь? Так, хватит, твоя моя. Я вам что, вещь? Моя. Все, успокойся, сядь, сядь. На, выкуси, выкуси. А, мешай! Я сядь! Горько! 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 Г Тихо! 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 Собода! Не понял? Да что ты не понял? Если б не он, ты бы уже вдовец был. Серёж, ты как? Ты что, ранен что ли? Меня убили! Что? Тихо! Кто жених? Я. За коня ответишь, сучий потрох метко тебе. Ноги в руки, что в винтарном не было, 24 часа даю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова